Деменция Постепенно, но неизбежно Уменьшение воды в организме человека Альцгеймера болезнь Нет неизлечимых заболеваний Есть недостаток знаний Вернадский Введение Многие слышали, что существует такая Альцгеймера болезнь Давайте познакомимся с ней подробнее А начнем мы с такого понятия Как деменция Деменция от латинского Деменция безумия То есть приобретенное слабоумие Которое выражается в стойком снижении Познавательной деятельности человека При этом отмечается утрата В той или иной степени Ранее приобретенных знаний И практических навыков А приобретение новых Затруднено Либо невозможно В сущности деменция Это распад психических функций И происходящих в результате Поражения головного мозга В молодости это результат Аддиктивного поведения А именно стремление К уходу от реальности Посредством специального изменения Своего психического состояния С помощью никотина Алкоголя, наркотиков И прочего Которые разрушают мозг В старости Как своего рода результат Дистрофических изменений головного мозга Это так называемая Синильная деменция От латинского Синились Старческий Стариковский В народе этот вид деменции Получил название Старческий маразм Кстати, очень интересно знать Что термин маразм Имеет греческое происхождение Которое обозначает Истощение Иссушение И как следствие этого процесса Угасание работоспособности мозга Рисунок Показано Истощение Иссушение Мозга человека Приводящее К слабоумию Слева норма Справа болезнь По данной Всемирной организации Здравоохранения Общемировая заболеваемость На 2006 год Оценивалась В 2,6 миллиона человек В 2015 году Уже насчитывалось Более 46 миллионов людей В 2016 году Эта цифра увеличилась До 47,5 миллиона Ожидается, что это число Увеличится До 131,5 миллиона К 2050 году Познакомимся Что же происходит С человеком Деменция начинается Незаметно Но с течением времени Прогрессирует Наиболее часто На ранних стадиях Этой болезни Происходит Расстройство Кратковременной памяти То есть Обычная Забывчивость И неспособность Вспомнить Недавно Заученную информацию Далее Происходит Потеря Долговременной памяти Человек забывает События Своей жизни Людей С которыми Тесно Общался И в заключительных Стадиях болезни Возникает Нарушение Речи Способность Ориентироваться В обстановке И даже Ухаживать За собой Так как Мы с вами Разбираем Вариант Деменции Позднего Возраста Были Выявлены Причины Этого Заболевания Это Сосудистые Деменции Церебральный Атеросклероз Атрофические Деменции А именно Болезнь Альфгеймера Болезнь Пика И Смешанные Церебральный Атеросклероз Это Такой Вид Страдания При Котором Поражаются Артерии Головного Мозга Холестериновыми Бляшками Расположенными В крупных И средних Сосудах Вот Мы с вами Подошли К болезни Альфгеймера Попросту Говоря Это Усыхание Головного Мозга Человека Так Назваем Нерродегенеративное Заболевание Которое Было Первое Описано В 1907 Году Немецким Психиатром Алуисом Альфгеймером Как Правило Оно Обнаружится У Людей Старше 65 Я подошел К этому Возрасту Сентября Я буду Старше 65 Лет Ай 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 Итак Болезнь Альфгеймера Это Первая Степень Старческого Слабоумия Высыхание Мозга Которое Сопровождается Неуклонным Прогрессированием Нарушения Памяти Разумной Деятельности И Приводящее К всеобщему Слабоумию Напомню Что Начинается Как правило После 65 Лет Я на грани Я в зоне риска В этом процессе Можно различать Следующие стадии Инициальная стадия Она проявляется Забывчивость Затруднение С определением Времени Ухудшение Социальной И профессиональной Деятельности Нарушается Ориентировка Во времени И местности Нарушение Речи Координации Движений Различных Видов Восприятия Эмоционально-личностные Нарушения Сосредоточенность На себе Самобичевание Бредовые Расстройства Отмечим Что на этом этапе Болезни Альцгеймера Человек еще Способен Критически Оценивать Своё состояние И пытается Скорректировать Нарастающую Собственную Несостоятельность Стадия Умеренной Деменции Нарастает Потеря Памяти Количественно Прогрессирует Дезориентировка В месте И времени Особенно Грубо Нарушается Функция Ума Пособности Здраво Рассуждать Ориентироваться В событиях Нормально Говорить Понимать И ориентироваться В пространстве Круг интересов Сужается Им Нужна Постоянная Поддержка И уход Однако На этом этапе Больные Сохраняют Основные Личностные Особенности Понимают Степень Собственной Неполноценности Стадия Тяжелой Деменции Происходит Утрата Памяти Остаются Лишь фрагменты Представления О собственной Личности Необходима Постоянная Поддержка Во всем Например Больные Не могут Соблюдать Правила Личной Гигиены Ухаживать За собой Исчезает Способность Ориентировки В пространстве Исчезает Способность К восприятию И воспроизведению Речи Если теперь Отстраниться От симптомов А углубиться В первопричины Описанных Состояний Засорение Кровеносных Сосудов И атрофия Тканей Головного Мозга То мы выходим На питание Понятие питания Входит не только То что человек Ест То что попадает Из него Организм Но и то Как переваривается Пища В виде частиц Питает клетки Нашего организма Ведь с помощью Пищи Мы питаем Не столько Себя Как клетки Нашего организма Если клетки Например Головного мозга Недополучают питание То они Атрофируются Возникает Интересный вопрос Если человек Ест То почему Происходит Атрофия Клеток Головного мозга Приводящая К возрастному Слабоумию Оказывается Все дело В жидкости Ведь именно Она разносит Питательные вещества По организму И доставляет Их В клетки И вот здесь Мы выходим На важные показатели И особенности Жидкости В нашем организме Заостряю ваше внимание Самый первый важный показатель Количество жидкости В организме Новорожденного ребенка В 80% И с каждым Прожитым годом Оно постепенно Снижается У взрослых В зависимости от возраста Она колеблется От 70 до 60% Я уже подошел К этому У пожилых людей Этот возраст Начинается С 55-60 лет Количество воды Еще меньше 57-55% И далее Продолжает Постепенно Снижаться О, у меня Оно снижается Напомним Что болезнь Альцгеймера Первая степень Старческого слабоумия В кавычках Высыхание мозга Мозг высыхает Вы поняли Из-за того Что мало В организме Жидкости Начинается Как правило После 65 лет Оооо Мне вот Вот 65 лет То есть Количество воды В организме Может существенно Влиять на этот процесс Но пойдем дальше Как именно вода Распределена В организме Человека Меньше всего Жидкости Содержит кости Около 32-35% А наибольшее Количество воды Содержит мозг До 90% В крови Примерно 80% Что касается Процентного Содержания То 70% Воды Всего организма Содержится Внутри клеток Остальные 30% Это кровь Лимфа И межклеточная Жидкость Вот через 30% И осуществляется Питание Всех клеток Организма И мозга В том числе Что это за жидкость Кровь Лимфа Межклеточная Жидкость По своей сути Это жидкая Ткань Организма С наличием В ней белков И иных веществ Чтобы лучше себе Представить суть Это жидкий Студень Который имеет Тенденцию К созреванию А именно С потери воды К постепенному Загустению Загустение Повышение Вязкости Создает препятствие В его циркуляции По организму К чему это приводит Становится ясным Если знать роль воды В организме Вода выполняет Много функций Но вот основные Дает среду Для жизненных процессов Участвует В обмене веществ Питание Очищение И является строительным Материалом Для клеток Растворяет вещества Чтобы они лучше Транспортировались Самое главное И так С возрастом Происходит Постепенно Но неизбежно Уменьшение воды В организме человека Это приводит к тому Что все ткани организма А в особенности Биологические жидкости Кровь, лимфа Межклеточная жидкость Густею От этого они теряют Свои свойства Течь Питать Очищать В результате этого процесса Клетки организма Не получая нужного Начинают Атрофию И дегенерацию Мозговая ткань Содержит 90% воды Ее уменьшение В организме Привело к тому Что мозг Начинает Высхать И сжиматься И возможно Это происходит С ним в первую очередь Нежели В других тканях Древние греки Очень точно Подметили Суть этого процесса Назвав его Маразмом Что значит Иссушением С постепенной Потери Функции Им Выполняемых О воде Остается сделать Несколько замечательней Относительно воды В теле В организме Заблуждением Велится то Что чем больше Весит человек Тем больше В теле имеется воды Все наоборот Чем точнее человек Тем больше У него Жировой ткани Пропитаны водой А значит Тем меньше Ее находится В клетках Излишний вес Обрастание с жиром Ведут К обезвоживанию Организма А поджарые Сухощавые люди Имеют в своем Организме Больше воды Около Семидесяти процентов Пока в организме Достаточно воды Он здоров При этом важно понимать Какая именно Вода полезна Организму Несоответствие Норме Всегда Плохо Для здоровья И порождает Свои Недомогания А порой И серьезные болезни Как только Появляются Отеки Что говорит О повышении Процентного Содержания Воды В организме Это не говорит о том Что за день Было выпито Многие жидкости Нет Это указывает На то Что какой-то Орган Не справился Со своей работой И чаще всего Это будут Заболевания Почек И сердца Сколько пить воды В связи с важностью Воды Для здоровья И продолжительности Жизни Встает вопрос Сколько ее надо Пить в течение дня Здесь нет прямых И точных указаний Так как Каждый человеческий Организм Имеет свои Индивидуальные Особенности И потребности Однако Прежде всего Следует Учитывать Вес тела И с его учетом Пить воду При этом Ученые рекомендуют Пить в день 30-40 грамм воды На 1 килограмм Массы тела То есть Человек Весит 60 килограмм Значит 60 умножаем На 30 И получаем 1 литр 800 граммов воды Если масса тела 100 килограмм Умножаем Килограммы На 30 И получаем 3 литра воды Разница В 30-40 Миллилитров На килограмм Веса тела Объясняется тем Что молодым людям Детям У которых Процентное содержание Жидкости Больше Надо пить Больше жидкости На килограмм Веса тела То есть 40 миллилитров Это же Относится К людям С занятым Физическим трудом Спортсменам И в жаркое время года По мере Увеличения Возраста Эта цифра Снижается И приближается К 30 миллилитрам На килограмм Веса тела Как у меня Важно понимать Что избыточное Потребление Воды Также вредно Для организма Увеличивая Нагрузку На сердце Почки И вымывая Нужные вещества Из организма Также важно Учитывать И состояние здоровья Если имеется Гипертония Трудности с почками Количество Выпимаемое За день Жидкости Уменьшается Какая вода Лучше всего Подходит Для питья Лучше всего Использовать Талую воду Но здесь имеются Некоторые хитрости Талая вода Это такая вода Которая была Полностью заморожена И превращена В лед Вот эту воду Пока она тает При комнатной температуре Надо пить Она лучше всего Усваивается Организмом Насыщает его водой Все лишнее Растворяет Очищает сосудистое Русло И давая организму Энергию Как только Лед растает Вода через 10-20 минут Постепенно Теряет свои Талые Свойства Значит Я рекомендую Чистую питьевую воду Налить в пластиковую Бутылочку И заморозить В морозилке Лучше всего Это делать на ночь Утром Вынимаете бутылочку Ставите на стол Или берете с собой По мере таяния льда Пьете Растаяло 50-миллилитров Воды Выпили И так в течение Всего дня Пока в бутылке Есть лед Уже через неделю Вы заметите Результаты И чем дальше Тем Разительнее Они будут Правда Не у всех Это происходит Но у большинства Какие чаи пить При болезни Альцгеймера Первое Замечено Что значительно Улучшает состояние Здоровья Ежедневный прием Зеленого чая Или черного Чая На 200-250 Миллилитров Воды 5 грамм Чайной заварки Не более В противном случае Она начинает Вязать Обладает Вяжущими Свойствами Второе Эффективным Хотя и дорогим Читается Отвар Из равных частей Корней Женшини И ягод Лимонника 10 граммов Такого сбора Нужно залить Литром кипятка В термосе Со стеклянной Колбой Запомните Стеклянная Колба Должна быть В термосе Не нержав Стали Стеклянная Настоять часть И выпить мелкими глотками В течение дня Третье 10 грамм Корней Витании Залить Пол-литром Кипятка В термосе Настоять Час Пить Два раза В сутки По чашке Чашка Это 200-250 Миллилитров Четвертое Настойка Янкобилоба Считается Аффективным Средством Для лечения Болезни Альцгеймеров Можно купить В готовом В виде Магазин Шоп Не болел Так Пятое Трава Пустынник Рекомендую Каждый день Принимать Настойку Пустынника Для поддержания На нужном Уровне Кровяного Давления Можно купить В готовом В виде Физическая Нагрузка В качестве Профилактики Болезни Альцгеймера Следует Регулярно Выполнять Кардиоупражнения Это Простые Физические Упражнения В виде Ходьбы Чем я занимаюсь Постоянно Медленного Бега Которые Помогают Качать Кров Организм Я же вам Говорю Кров Качайте Кров Организму И лучше всего Делать это В течение Часа С помощью Обычной Ходьбы И в том числе Через головной Мозг Сохраняя его В нормальном Состоянии Видите Как просто Но это делать Надо регулярно Кстати Сейчас я закончу Все это делать И выйду Во двор И еще Похожу Вариант Кардиоупражнения Полминуты Ускоренной Ходьбы Или легкого Бега Потом Полминуты Расслабленная Ходьба И так в течение 40-60 минут Важно понимать Что надо Не только создать Повышенный Кровоток В организме Но и поддержать Его достаточное Время Чтобы вызвать Нужный эффект Вот для вызывания Нужного эффекта Я трачу Час Час в день Желательно Быть два Часа Но Что такое Витания Это Снотворная Или зимняя Вишня Растение Семейства Посленных Считается Что это растение Наделяет Человека Жизненной И сексуальной Энергии Растет В тропиках Индии Считается Что оно Способно Предотвращать Болезнь Альцгеймера На ранней стадии Гинкобелоба Реликтовое дерево С удивительными Свойствами Ему Свойственно Расширять Кровеносные Сосуды Повышать Эластичность Стенок Сосудов Тем самым Улучшая Питание Мозга И Пустырник Многолетние Травянистые Растения В народной Традиционной Медицине Ценится Расслабляющими Успокаивающими Спазмолитическими Кардиотоническими Нормализующими Давление Бактерицидным Действием Чаще всего Применяется В виде Спиртовой Настойки На спирт Особо И на спиртное Не налегайте Вот допустим Если еще там Вино Какое-то там Нормально Приготовленное Естественным Способом Красное То еще пойдет А вот все Спирт содержащее Оно сушит Организм И тем самым Быстрее Приведет К чему? К иссушению Мозга Умственная Нагрузка Отличная Профилактика Это постоянная Умственная Деятельность А вот этим Я постоянно Занимаюсь Специалисты Утверждают Что стремление К новым знаниям На протяжении Всей жизни Открытие Чего-то нового Для себя Увлеченность Значительно Увеличивает Умственные Способности Человека А это как раз я Я этим занимаюсь Постоянно Рекомендую В качестве умственной Зарядки Сочинять Коротенькие стишки Здесь тренируются Как логика Так и память Либо просто Заучить Цитаты Интересные Мысли Других людей Я пошел По пути Сочетения Стихов Они как раз Сами Ну например Такое Пусть вам мечтаются Красивые идеи Пусть мысли Исцеление Окружат Пусть будут В сердце Вашем Истремлении Которые до Бога Долетят И пусть от них Сгорает Скверно Счастливее Сложится Судьба Пусть очищается Пространство Для лучшей жизни Здесь И навсегда Мой стих Сон И отдых Полноценный сон Весьма полезен Для здоровья Головного мозга Важно Расслабиться И отдохнуть Отбросить Обыденные заботы Ведь так Снимается Напряжение От обыденной Суеты Которая Сжимает Мозг Суетные Мысли Заботы Опасения Ведут К перенапряжению Мозговых структур По принципу Доминанты А это Приводит К возможности Скопления Токсических Веществ В тканях Мозга С их Последующим Высыханием Даже доказано Если сон Длится около Четырех часов В сутки То уровень Токсинов В головном мозге Увеличивается На 25% Питание Для профилактики Болезни Альцгеймера Рекомендуют Питаться Блюдами Индийской кухни Оказывается Блюдо Сожгучим вкусом Очищает Кровеносные сосуды Улучшает Умственные способности И тем самым Помогает Противостоять Слабоумию Хо-хо Например Я принимаю Семена Отмина Однако Следует Помнить Что жгучий вкус Сушит И надо знать Меру Чтобы не Причинить Вреда Избыточным Употреблением Полезно Пить Зеленый И черный Чай натощак И без сахара Сахар Сахар Запомните Грузово-грузово-диетического Лечения Позволяет Цикла Цикла Голодания По 7-15 И более Дней С интервалами Между ними От 1-2-3 месяцев Во время Интервала Важно Использовать Такое питание Которое Беспособствовало Продолжению Насыщение Ткани Организма Водой Для этого Используйте Свежие соки В основном Овощи Обилие овощей И фруктов Цельные каши Травяные Чаи Я рассказал Очень и очень Сжато О методе РДТ Но с ним Можно подробно Познакомиться По моим Книгам Они Представлены В библиотеке Заходите И смотрите Эмоциональная Жизнь При болезни Альцгеймера Важно Заботиться Об эмоциональном Здоровье Человека Хороши прогулки По красивым местам Что я делаю В парке Возрох водоемов Река Течет рядом Отлично Они успокаивают Особенно река Особенно пруд Особенно В наличии Какого-то водоема Меньше забот И отрицательных Новостей Больше свежего воздуха Положительных Эмоций И смеха Будьте Всегда На позитиве О специях Появились данные Опытов на крысах Что обычная корица Обладает свойствами Тормозить Клеточные Анатомические Изменения В мозге Характерные Для болезней Альцгеймера И Паркинсона Прием корицы Прием корицы Внутрь позволяет Остановить Разрушение Защитных Белков В мозге Приводит В норму Уровень Нерропередатчиков И улучшает Моторику Также тормозится Процесс накопления В мозге Вредных Тау Белка Связанного С болезнью Альцгеймера Однако Как я уже указал Не торопитесь Использовать корицу Вкус жгучий Подсушивает организм При закупорочных Заболеваниях Мозга И печени Однако Как я уже указал Не торопитесь Использовать корицу Потому что Она Подсушивает Организм Надо сперва Определить Индивидуальные Особенности Больного человека Известно Что болезнь Альцгеймера Начинается После закупорок Сосудов Моза И проток Печени У пожилых Людей Вот здесь Талая вода И голод Очень помогут Еще Авиценна Указывал На пользу Масла корицы В дрожательном Параличе Но он Не указал Способ лечения А лечение болезни У каждого человека Индивидуально Вот что Говорили Древние Врачеватели О корице Ее Естество В третьей степени Горячо И сухо Она лечит Холодные И влажные Болезни Своими Противодействующими Свойствами Но если Натура больного То есть Инвертизм Особенности Жарки То прием Корицы Еще Больше Высушит Его организм И вызовет Сухость Взгустив Жидкость И поэтому Здесь нужна Осторожность И мэра Рекомендации Врачей В рационе питания Для профилактики Болезни Альцгеймера Перепелиные Яйца В обязательном Порядке Рекомендуется Включать в рацион Питания Перепелиные Яйца Один Два Раза В неделю Считается Что они Стимулируют Работу Головного Мозга И не Содержат Холестерина Про сравнение Бобовые И цельные Хлеба Не менее Одного Раза В неделю Эти продукты Являются Основным Источником Медленных Углеводов Они постепенно Всасываются В кров И надежно Снабжают Мозг Углеводами Которые Нужны Для его Нормальной Работы Обычно Их едят На завтрак Но можно И на ужин Печень Животных Печень Рекомендует Включать в рацион Питания Один Два Раза В неделю Она Содержит Витамины Витамины В1 Тиамин И другие Важные Для здоровья Вещества Считается Что Даже Незначительный Дефицит Витаминов В1 Влияет На способность К обучению И запоминанию Кстати Вот это Все Витамины 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 Вы можете Получить Проросшей Пшеницы В изобилии Просто В огромном Изобилии И с помощью Вот этих Блюд Которые Рекомендую Разного Рода Смузи Получат Их В неограниченном Количестве Легко И просто Рыба Рыбу И морепродукты Рекомендуется Есть Не менее Двух раз В неделю Ткань Мозга Больше Своей массе Состоит Из жиров И их Производных Жирные Кислоты Омега-3 И другие Содержатся В лососе Семьи Форели Входят В состав Оболочек Мозговых Клеток Те Кто есть Многие Рыбы Дольше Сохраняют Ясность Мышления Нехватки Глубоководных Нехватки Корицы Куркума Семьи Семьи И его высокий уровень крови И является одной из причин развития болезни Альцгеймера Травы Мелисса Знаменитый врач средневековья Парацельс Утверждал Что это растение Способно Замедлить Развитие Раннего маразма По этой причине Он его рекомендовал Королям В настоящее время Профессор Элейн Перри Исследовал Влияние Мелиссе На способность Передавать Нервные сигналы Оказалось Что экстракт Мелиссе Это успешно Делает И поэтому Защищает От болезни Альцгеймера Шалфей Ученые изучали Способен ли Шалфей Улучшить Познавательную Функцию Моза Оказалось Что может Поэтому Его можно Использовать Для лечения Болезни Альцгеймера Гинкобилоба Это растение Способствует Улучшению Кровотока В мозге И обогащает Его кислородом За счет этого Улучшает Умственные способности Человек А значит Может помочь Больным Болезнью Альцгеймера Кошачий Коготь Это народное Средство Расширяет Кровеносные Сосуды Поэтому Кошачий Коготь Действительно Может быть Эффективным Средством Для лечения Болезни Альцгеймера У лиц С недостаточным Кровотоком Жень Шень Это уникальное Растение Можно применять Не только Для лечения Сахарного диабета Простуды Гриппа И общего Укрепления Организма Как мощный Жизнедатель Оно оказалось Очень эффективным Для лечения Болезни Альцгеймера Экстракт Корня Жень Шень Снижает Гибель Клеток Мозга При болезни Альцгеймера Правда Исследования Были проведены На животных Но тем не менее Это первое Запатентованное Народное средство Для лечения Болезни Альцгеймера При наличии Ранних признаков Болезни Альцгеймера Можно снизить Уровень тревоги Употребляя Проросшую пшеницу Много Естественного Витамина Е Б И прочих 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 О кокосовом масле Есть немало сообщений Что именно Кокосовое масло Помогло людям Полностью Излечиться От болезни Альцгеймера Оказывается Кокосовое масло Оказывает Блоприятное влияние На сердечно-сосудистую систему Препятствует Развитию Тромбозов Ишемической болезни Артериальной Гипертонии Атеросклероза Витамин Е Входящий в состав Масла кокоса Помогает Снизить Повышенную Вязкость крови И укрепить Стенки артерии А витамин Е Проросшая пшеница Проросшую пшеницу Кстати в ней нету Крахмала Который делает Кров вязко Проросшая пшеница Становится Растительным продуктом В смысле Как растение А не как Крахмала Содержащая Зерно Вот один Из лучших Тестов На болезнь Альцгеймера Ниже прилагается Текст Который следует Прочитать Желательно до конца Текст непростой А требует Оригинальной Работы ума Самых различных Сопоставлений И догадок Здравый рассудок Их относительно Легко находит И читает Этот текст Если вы прочтете То в данный момент Вы далеки От этого заболевания Читают Данное сообщение Показывает Какие Уникальные Вещи Может Делать Наш Разум Впечатляющие Вещи Сначала Это было трудно Но сейчас На этой строке Ваш разум Читает Это автоматически Не задумываясь Об этом Гордитесь Лишь Определенные люди Могут прочесть Это То есть Я этот отрывок Не читал Очень и очень давно Возможно Я уже в год Не читал его Если не больше Но я его прочитал Итак Подсказываю Как я читал Этот текст Девять Буква Д Потому что Цифра 9 Начинается С буквы Д Четыре А Четверка Похожа На букву А Н Н Так и читается Н Ноль Похож на букву О Три На З Цифра Т Напоминает Букву З И Е Читается По смыслову А где З А где Е С читается С читаем Как С Шесть Тире Б Напоминает Букву Б Щ Щ Так и читаем Щ Перевернута Н Латинская Похожа на И Перевернута Буква И П на П Читаем Как П К Как К Читаем К 8 В Название Цифры 8 Начинается С буквы 8 7 Т Семерка Похожа На букву Т Далее не буду Поймете сами А текст читается Очень быстро И без подключения Логики Вот он Теперь я уже Читаю его Данное сообщение Показывает Какие удивительные вещи Можи делать Наш разум Впечатляющие вещи Сначала это было трудно Сейчас на этой строке Ваш разум Читает это автоматически Не задумываясь об этом Гордитесь Лишь определенные люди Могут прочитать это Вот так работает Человеческая соображавка Омственно здорового человека Кстати Это моя собственная статья Которую я Написал И поместил В свою газету Малахо Про Номер 12 За 2017 год Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахо Про Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok